Девушки отдыхают Почему странную? Обычную выставку цветов Игорь, ты чем слушаешь? Юль, ты просто недавно вышла из отпуска Они пока не хотят тебя грузить Я в порядке Юля, точно? Точно Дома сидеть еще хуже Ничего, скоро взводят Вспомнят, кто им рейтинги делает Садись Видел, сколько роликов из Днепра у меня в блоге? Просмотров набрал Видел Значит, не зря ездили Значит Значит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть воронец тогда сам труп изучает Спасибо, отчеты важнее Да не важнее, но они тоже нужны Настя, может быть, бумажная работа не такая интересная, как в телах ковыряться? Я не это хотела сказать Держи Ладно, Саша, я свою работу люблю, ты знаешь Экспертизу эту я ему отдам Куда я денусь? Сначала я выпью кофе Хорошо Спасибо, кстати Пожалуйста О, а мне кофейка Хочешь, бери мой Еще чего Кто кому вообще должен кофе покупать? А, извините Не справлюсь Давай берем сегодня Вечером в баре, когда всех преступников безвредим Ну, не всех, а особо опасных Как говорит наш подполковник Воронец Вы же работаете В особом отделе Так что насчет бара? Ну, я не знаю, нужно у ребят спросить Настя, ты как? Нет, 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 я Ну, нет, ребят, вдвоем Денис Я не знаю, подумаю Только мне нужно еще с Настей поговорить А, ну, так бы сказали, что мешаю Все, я пошел Я же чего приходил Воронец всех ждет Через пять минут Ага Хорошо Неудачное утро Что? А, нет, все в порядке Ну, да Взгляд в пол, тяжелый шаг Сразу видно, все отлично Тут и психологом быть не надо Слушай, оставь свои психологические штучки для работы Тренируйся на подозреваемых Ну, а как же психологический климат в коллективе Это моя работа, между прочим Да Идем, конечно Воронцу расскажешь про психологический климат В отчете, он как раз требует Костик, вот у тебя компьютеры полицейские Ваш интеллект искусственный И весь в шерсти Это нормально? Абсолютно Компьютер против кота не возражают Илюша? Нет противопоказаний к работе системы Я хочу, чтобы ко мне коты потянулись Я к тебе обязательно обращусь Взрыв у телецентра есть пострадавшие Ого, показывай По предварительным данным При взрыве возле телецентра Погибли журналистка Юлия Пасюк И оператор Игорь Самойленков Представители полиции пока не дают никаких комментариев Вот такие дела Юля Пасюк Это из-за Мишку Ну а что? Это из-за нее у нас в отделе Лидокомплект Мишка из-за нее погиб Остынь, шаповал Не Юля Михаила застрелила Это профессиональные риски Не забывайте, вы работаете В особом отделе И кстати Сегодня на место Миши Должен выйти новый человек Слава Богу Задолбало без выходных работ Действительно И дела к сдаче в прокуратуру Не успел подготовить А сегодня Мамонова придет Я все дела подготовил Сергей Сергеевич Как только Мамонова придет Я сразу все отдам Все Вас ждут великие дела На месте взрыва Вперед Слышь, Куль А если это Новый сотрудник Сотрудница Ага Расходимся 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 Не мешаем работать Отойдите Саш Спроси по поводу камер Наверняка здесь есть А я пока пойду С начальством Юли поговорю Хорошо Скажите, а вы Как начальник Вообще В курсе Чем занималась Спасюка? Конечно У нее парень погиб Полицейский Он помогал ей С журналистским расследованием Я знаю Миша в нашем отделе работал А над чем она работала? Дмитрий Ольшанский Бизнесмен Знаете? За что боролась? Прекрати На что? Она с Мишкой была Только для того Чтобы все разнюхать А потом растрепать Слушай Наркодилеры Которые застрелили Мишу Сидят А Юля просто Выполняла свою работу Так что давай работать Юля считала Что Ольшанский Сотрудничает С наркодельцами Из-за которых Погиб Ваш Михаил Думаете Это Он ее? Я не знаю Будем Все версии проверять Саша Да Смотри Лиска Я думаю Что была Обычная Ручная Граната Привязали к машине Машина поехала Дернула чеку Взрыв Не пугайтесь Это Упаковка От промышленной взрывчатки Там из-за дерева И распаковывали Простите А вы кто? Дед Мороз Дарю улики Хорошим девочкам Так А я не понял Почему посторонние Заграждения Замерите улику У вас между прочим Вот там вот Еще одна Если вы не заметили Обычный мусор Прошу вас Зайдите за ограждение Мусор Мусор Это полицейский С сомнительными Моральными Профессиональными Качествами Руки за голову Слушайте, может я для начала Просто представлюсь Представишься в участке А заодно расскажешь Что ты тут делаешь Зачем подбрасываешь улики Руки вперед Быстрее Пошел в машину Настя А посмотри еще возле дерева Там могут быть части обертки А зверчатки Спасибо Спасибо Дежурный О! Капитан Романенко И с коллегами познакомиться успею? Да Здравия желаю, товарищ полковник А что это у вас? Это следственный эксперимент Да, коллеги Сам ты Следственный эксперимент Влад у нас Восходящая звезда Да У него самая высокая раскрываемость В управлении Шевченковского района Человек как раз для нашего спецотдела Прошу любить и жаловать Не благодарите Да уж не будем Поехали, Саша, обратно А я осмотрю Вместо преступления Там делать уже особо нечего Ты осмотрел? Да Корнеева Вы информацию собрали? Фото, замеры? Собрали, Сергей Сергеевич Отлично Пойдем Познакомимся с Илюшей Пойдемте А Илюша это... Илюша это наш искусственный интеллект На нем мы проверяем события И моделируем версии Да, я слышал Я думал, что вы его назвали Илюшей Константин Наш штатный программист Он умеет говорить с Илюшей На одном языке Влад Очень приятно Наверное Так, ну все готово Вот так Подожди Что? Тут на полметра ближе Да, не доглядел Костя Взрывное устройство Ф-1 расположено где-то Под днищем Привязано с очков Нет Строительная взрывчатка Граммов двести Полметра от переднего бампера Примерно по центру Костя, Ф-1 Хотя, подожди Скорее, левее Ближе к водителю У вас что, пари? Да Илюша может хоть двести раз Эту машину взорвать Костя, Ф-1 вводи Она не так взорвалась Это не Ф-1 Поставь иманил Двести грамм Без поражающих элементов И твердой оболочки Где-то Полтора метра от бампера Левее, левее, левее Еще левее Взрывай Бампер оторвало одним куском Минус колесо, пробоя нет Ничего не перепутал, капитан Шаповал Привыкай Но вот что странно Почему зрычатку устанавливали Под водительским сиденьем А не под пассажирским Да какая разница Чем их взорвали Главный же вопрос Кто? Костя Что по камерам? Вот так Да Проходной двор Лиц не видно Мы тут ничего не найдем Стоп Назад Вон видите мужчину Околачивается возле машины И от собаки шарахнулся Я впечатлен Лейтенант Корнеева Привыкайте Спасибо большое Я как раз подумала Что мне для подзарядки мозга Срочно нужна глюкоза Угощайтесь, ребят Не, спасибо У меня мозг и так хорошо работает Ну что там у вас? Ты была права Насчет зрычатки Аманил Это не я была права И еще новости по Юле Была беременна, да Кофеин Кофе без кофеина Помните? Ну ты даешь Новый коллега А что там известно Что-то по родственникам погибших Юля Мама ее в суммах Уже оповестили Игорь жил сам Жены детей нет Я Изъял у Юли компьютер Костику отдал Слушайте, а убийство Юли Могло быть связано со смертью Михаила? Вряд ли Убийцу Мишу застрелили во время задержания А остальные члены банды В тюрьме Не факт У нас есть первый подозреваемый Дмитрий Вальшанский Бизнесмен Юля Думала, что он Связан с этими наркобаррельами Делала про него сюжет А он ей угрожал Вызвали допросить Отлично, Коля Я пойду с тобой в допросную А наш новый коллега Пока может покопаться В ноутбуке Юлия Окей Ой У нас же для этого Костик есть Извини Ну, как говорится Одна голова хорошо А моя лучше Приятного аптита, коллеги Пойду Ох, намучаемся мы с этой головой Здравствуйте Здравствуйте Олег Быков Адвокат господина Ольшанского А где сам-то? Мой клиент сейчас за границей И давно он уехал? Дня три назад Он на бизнес-выставке в Германии Господин Ольшанский Угрожил расправой Журналистке Юлии Пасюк Протестую Не расправой А судом Два дня назад мы Подали иск в суд Вчера Документы были отправлены На канал К сожалению, Юлия Не сможет быть ответчицей А вот канал Ответит за сюжет И вы так уверены Что выиграете суд? Абсолютно Так Пока пароль ломается Я кое-что нарыл в блоге Юлия Много говорят О социальном аспекте В работе нового спортивного центра Brave New Life Но господин Шаров Владелец центра Не занимался никогда Подобными проектами Зато основной инвестор Известный в городе Застройщик Григорий Клименко Знает ток В отмывании денег А вот госпожа Пасюк Руководствовалась Не стандартами журналиста А своей обидой Она причинила вред Моему клиенту Он понес Репутационные потери И хотел отомстить Нет, что вы Восстанови справедливость В суде Господин Ольшанский Был намерен Обелить свое имя А госпожа Пасюк Ему необходимо было живой Интересно Подробнее В расследовании На моем канале Скоро Вот В комментах пишут Что она права Насчет Клима Знаешь Клима Авторитет из Днепра Застройщик Все же знают Что это прикрытие Я ссылку на этот ролик Нашим отправил Слушай Центр уже достроен Убивать кого-то Нет смысла Найди лучше Что-то реальное Ольшанского Похоже Можно вычеркнуть Остается Последняя зацепка Блок из Днепра Там где они По Климу прошлись Я изучила Психологический Профайл Юли Она была Демонстративной личностью Проходилась по всем Вик Ну не все Эти все Были Криминальными Авторитетами Я тут кое-что нашел Сегодняшний выпуск блога Только для Мишки Хочу, чтобы Через 10 лет Мы это показали Одному малышу Или малышке Эти две полоски На тесте Я и ты Я люблю тебя, Миша Господи, как жалко И ее, и Мишку Она его по-настоящему любила А мы Давайте помянем Мишку Вечером в баре Жалко вашего друга Ты его даже не знал Жалко ему Да Будем Да ясно все В Днепр ехать надо Клим застройщик Ну Строительная взрывчатка Ребята И у Шарова был мотив Она же прямо сказала Его центр Это бандитский бизнес Какой мотив? Привлечь к себе внимание? Ну Костик Что у тебя? Юля рылась в финансовых операциях Виталия Шарова Кроме центра Брейкни Лайф У него несколько ресторанов В Днепре И по ним было Открыто финансовое расследование Но Быстро заморожено Если Шаров Связан с Климом И Юля что-то нашла След перспективный Угу Влад Ты же из Днепра родом Сергей Сергеевич Я пятнадцать лет назад Оттуда уехал Ну хотя бы на местности Лучше сориентируешься Собирайся Поедешь завтра Проверишь версию Может как-то без меня Я не верю в этот след Верят в церкви А у нас Работают И без тебя нельзя Привыкай Привыкай Денис Да Поедешь с Романенко Сергей Сергеевич Я не могу У меня Вот Коля Он с удовольствием Я могу поехать Хорошо Завтра Прямо с утра Выдвигайтесь Опа А говорили Что у погибшего Оператора Никого не было Костя Ты кто Сейчас узнаем Ольга Милославская Светская дама Муж Леонид Милославский Бизнесмен А Игорь Друг семьи С правом объятия Недостаточно данных Для анализа Понятно Слушай, мне нужно завтра ехать Передай шиповалу Пусть проверят этих милославских Сделаю Спасибо Ну, прилип, как банный лис Целый день не отлипает Иди Давай Слушай, мне завтра вставать на рассвете Давай пойдем в бар в другой раз Зачем ты вообще вызвалась ехать Коля бы поехал Поехал бы Ну, слушай, мы обязаны ради Юльки и Мишки Ты же видел видео Ладно, ты там поосторожнее Катарманенко какой-то странный Типа Может, воронец от него и в восторге Но я не очень Слушай Ну, вот съезжу с ним в командировку И посмотрю на него Проверю, как говорится, в полевых условиях В смысле, посмотрю, какой он в полевых условиях Ну, вот чего ты начинаешь Съезжу, все посмотрю Сходим с тобой в другой раз Ладно, идем, хоть проведу тебя Пойдем Привет Привет Нет, я не забыла, Жаров Сегодня не холодно И я тебя Пока А у тебя в Днепре есть кто-то? Нет, сестра 10 лет уже в Киеве А родители? Мама умерла Давно, мне 8 было Прости Я У меня тоже соболезную С тех пор живешь с бабушкой? Откуда ты знаешь? Ты шарф забыла Кто-то волнуется по этому поводу Обычно волнуется мама А когда ее нет, бабушка Да, с бабушкой и с дедом Они у меня очень переживатели Но звонил мне, кстати, дед Получается, ошибся Сергей Сергеевич, Влад вчера через Костика передает, что нужно проверить Милославский Ну и что теперь? Я должен выполнять распоряжение Романенко? Капитан Шаповал, вы выполняете мои распоряжения Сказано проверить женщину и ее мужа Есть проверить женщину Вот так А ты мужа проверяй Здравствуйте Здравствуйте Простите, мы закрыты Не надо Добрый день Моя фамилия Романенко Я представляю инвестиционную компанию Миркон из Киева Что вас интересует? Мы ищем спортивные объекты, которые можно использовать в рамках молодежных госпрограмм Средства уже получены В АП-адресу наш комплекс оборудован по последним стандартам И еще залы для гимнастики Единоборство, бокс С оснащением помогли спонсоры Вот, кстати, о спонсорах Никто в последнее время не отказывался от сотрудничества Нам нельзя влипать в скандалы А вы про якобы расследование Юлии Пасюк? Да Я надеюсь, вы понимаете, что Никто не любит, когда потенциальные партнеры пытаются скрыть важную информацию Нам нечего скрывать и со спонсорами у нас проблем нет Такие, с позволения сказать, сомнительные откровения, как у Пасюк Серьезных людей не волнуют А у вас есть банкетный зал? Нет, это спортивный объект Я просто видел фото с открытия Вот вы о чем Открытие праздновали в ресторане Царске Это лучший ресторан в городе И его хозяин в учредителях Я думал, вы знаете учредителей Если говорить о входе в партнерство А как вы говорите, ваша компания называется? Да, мы просто собираем предварительную информацию В общем, спасибо за помощь, продолжим уже на другом уровне Всего доброго Ну и что мы узнали? Спонсорам все равно, значит Пасюк тут никому не навредила Во всяком случае, настолько, чтобы ее убивать Привет Да, Денис Как ты? Все хорошо Но в лучший ресторан города все равно сходим Что? В какой ресторан, Саша? Да это по работе Пока Убедимся, что на банкете с ней тоже ничего интересного не случилось Закроем эту версию и вернемся домой Хорошо Было бы хорошо получить видео с открытия Но ни ордера, ни основания для него у нас нет Поэтому, Саша, погуляй немного В смысле, а ты? Дай мне поработать в одиночестве Опять нарушаешь инструкцию? Саша, пять минут, что непонятного Ладно, ловлю тебя на слове Иначе рапорт У тебя есть пять минут Закрыто Шаров есть? Скажи, от Клима Сейчас уточню Из каких это пор ты стал? Опять от Клима Я расследую убийство журналистки Фамилия Пасюк Она здесь на открытии Брейв Нью Лайфа задавала всякие вопросы Мне нужно видео с этого банкета Я по пятницам не подаю Шурой отсюда и побыстрее, пока Клим не узнал Слушай, я же хочу по-хорошему Может быть и по-плохому Тебя закрывают за финансовые махинации Кабинет опечатывают, записи изымают Оно тебе надо Денис, я перезвоню Пять минут это фигура речи Этого времени мало, чтобы собрать ценную информацию Лично мне этого времени хватило Вот это хоромы Живут же люди здесь Да, ну где здесь вход? Не знаю, может Где-то Коля Там гараж Коль, поможет Я не понял А вы как сюда зашли? Нам пылесосы не нужны, так что до свидания Мы расследуем взрыв около телецентра Хотим задать вам несколько вопросов Это не займет много времени Окей Скажите, где вы были вчера утром? Мы вчера с женой были у ее родителей Вообще, почему вопросы именно к нам? В каких отношениях вы были вот с этим человеком? Если я не ошибаюсь, это оператор Игорь, кажется Он немного перебрал на корпоративе Полез фотографироваться А моя жена не умеет давать отпор наглеца Правда, Оленька? Да, Леня Прав насчет меня Как всегда И с погибшей журналисткой Юлией Вы тоже не были знакомы? Нет, не были Простите, но нам действительно пора Да, конечно Пойдем Ни одного нормального ответа на мои вопросы Никакого обсуждения И это называется совместное расследование? Ты тоже пока не сказала, что в ресторане нашла? Ну, знаешь, у меня отличный учитель Черт Ну что, Александра, к вам или ко мне? Обсудим версии Поделимся информацией Проведем совместное расследование Ты, похоже, этого Шарова давно знаешь Из прошлой жизни Ну, в любом случае, это ему просто неприятен Потому что они не скрывают информацию с презентации А крутят ее прямо в рекламном ролике Смотри Еще одни знакомые Это кто? Костик, здорова Слушай, пробей платежи Милославского За последнюю неделю в Днепре Где жили, куда ходили Давай, жду Ну, вообще-то я тебе задала вопрос Ольга Милославская Была замечена в обнимку С погибшим оператором Леонид ее муж Благодаря тебе Мы знаем, что они там были одновременно С Игорем и Юлей Кто знает, может конфликт произошел не между журналисткой и Шаровым А между оператором и Милославским Предлагаю проверить Давай Суть по платежной истории Милославского Останавливались они в гостинице Днепр Царский А арендовали машину в ренте на Кудрявском проспекте Это на пересечении с улицы Мира? Совершенно верно А по машине можно конкретнее? Ну, это уже совершенно другая информация И к платежной карте отношения не имеющие Даже не знаю, как к этому Илюша отнесется Это что, намек на взятку? Нет, ну что ты Да ладно Через пару минут Вся информация по арендованной машине будет у тебя Спасибо Всегда пожалуйста Здесь Милославские брали машину в аренду На сайте конторы написано, что каждый автомобиль оборудован видеорегистратором Может они что-то обсуждали в машине и мы можем это услышать Я же говорила, что здесь закрыто Завтра получим постановление и вернемся Смотри, это же та машина Вот ведь повезло Влад Ты что делаешь? Вернись Я буду писать на тебя рапорт Черт Эй, домочка Закрыто все А ну стоять Стоять Быстрее давай Стоять Это что за манера вообще? Что закон для всех кроме тебя? Между прочим, это логика преступников Вот есть Милославский Ольга Оставь меня в покое, что тебе тебе нужно? Сядь в машину Не собираюсь, никуда я не буду сидеть Ты будешь делать то, что я тебе сказал, понятно? Села в машину Что имела в виду эта тенка в ресторане, когда она тебя не видела? Я не знаю, она, наверное, перепутала И Хмырятова тоже перепутала, да? Я не знаю, я не знаю, что я хоть пойду Едем в Киев Недаром взрывчатку установили под водителя, а не под пассажира Хорошо Да, Денис Санька, я посмотрел записи по Шарову Он отмывочная схема, гоняет деньги компании Клима Инвесторы, ёпты Это он взорвал пасюк Шаров тут ни при чем Спроси, он говорил с Милославским? Да говорил с Милославским Вы что, вместе? Да, мы работали Мы уже возвращаемся в Киев, так что завтра все расскажем Как это в Киев? О расследовании, о Клим? Поехали Привет, ну ты глянь Он этих данных в глаза не видел, а Шаров у него уже не виноват Ну, вернутся расскажут Алло, Макс, привет Извини, что так поздно Мне одного типа в Днепре нужно проверить Есть сведения, что он криминальные бабки гоняет Шаров Виталий Глебович Знаешь такого? Да? Слушай, я тебе сейчас кое-что сброшу Пусть там налоговая потопчется, да? Хорошо, спасибо Ах ты мой хороший Забыла вытащить, кочачья мята называется Коты к ней так и липнут А может просто к хорошим людям Держи Пойдем, мой хороший Ты мой родной Предатель Издались вам эти Милославские Ну, у них железное алиби Игорь просто делал им семейные фото Вот и все Ты, кстати, заметил, что жена вообще ни слова не сказала? На все вопросы муж отвечал Блин, она будто боялась его Коль Че ты начинаешь, а? Подождите, вы их что, вместе допрашивали? Это мне кто указывает Человек, который не допросил ни Клима, ни Шарова Они с убийством не связаны А я вижу, ты прям специалист по связям Я просто специалист Ты что, ты сейчас сказал, что я не специалист, да? Так, так, успокойся Слышь, ну, че ты заводишься, ну, в самом деле Ну, пришел Да Так, я съезжу к Милославским Ты со мной? Хозяева уехали Капитан Романенко, нам нужен Леонид Милославский Полиция уже была, что вам нужно Да так, подписать показания, на самом деле формальность Мы потом зайдем, спасибо В смысле, просто формальность Помнишь человека на видео, который от собаки шарахнулся? Ну А как шофер сейчас дернулся? Так мы же должны Задержать заказчика Как ты думаешь, чей чемодан он в машину положил? Ты что, сирота? Или почистил все? Не фигня себя? Попался Выезжает, чтобы пересидеть Их надо задерживать сейчас Иначе улетят куда-нибудь Мы не можем сами задерживать Нужно вызывать наряд Давай несправильное правило Вызывай Что? Поехали Группа не успеет, непонятно где их перехватывать Да, вся надежда на меня Давай, Налыш Послушайте, это какое-то чудовищное недоразумение Давай, выходи Да я ничего не делал Причем тут я? Вы водителя допрашиваете Да, и водителя, и маму, и тетю Влад Все нормально Игорь не хотел, чтобы кто-то знал о наших отношениях Говорил, что боится за меня А мне казалось, что его просто заводило то, что мы встречаемся тайком Ваш муж обо всем узнал, когда вы были в Днепре? Да Официантка нас узнала Ляпнула Мы там были накануне вдвоем Я думала, он меня убьет Но он решил по-другому Он никогда меня не отпустит Не отпустит ни деньги, ни связи моих родителей Вы все еще боитесь мужа? Я как-то слышала его разговор с Артуром, нашим водителем Я сначала не поняла, о чем Когда поняла, я решила сразу идти в полицию А он сказал, только попробуй Начал угрожать мне Мои родители Молодцы Особо хочу отметить работу капитана Романенко Благодаря ему удалось выйти на правильную версию И задержать преступников Дело в прокуратуру передать и без задержек У нас теперь полный личный состав Извините, задержался Проверял кое-какую информацию Мне тут птичка напела Что Владислав Романенко Родной сын Клименко Григория Олеговича Так же известного, как криминальный авторитет Клим Нормальный такой себе семейный союз Батя бандит Сынок следак Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин